В этом видео мы с вами разберемся с атрибутами. Я уже кратко говорил, что такое атрибуты, когда речь шла о товарах. Теперь пришла пора познакомиться чуть более подробно. Итак, в первую очередь разберемся, что такое вообще группа атрибутов. Группа атрибутов – это, по сути, некая характеристика общая для всех входящих в него атрибутов. Ну, например, может быть такая группа, как, например, комплектность. И дальше, соответственно, атрибуты – наличие зарядника, наличие инструкции, наличие гарантии и так далее. Это, например, комплектность. Допустим, он процессор, в частности. У нас, соответственно, могут быть какие атрибуты? ClockSpeed, Description и NoOfCourse – число ядер, частота и прочее. Вы поняли, да? Описание какое-то есть. То есть это тоже определенная группа атрибутов. Опять же, там с памятью то же самое. Там чистота и так далее. То есть все это также и имеется. Тип памяти – DDR2, DDR3. То есть вы поняли. Здесь мы можем создавать новые атрибуты, новые группы. Здесь мы, собственно, добавляем непосредственно сами атрибуты. Вот и дальше нужно нам в товарах, соответственно, данные параметры устанавливать. Так, где это у нас вставится? Это у нас вставится в атрибутах, соответственно. И вот мы говорим, к примеру, вот у нас частота вот такая. Добавим, к примеру, еще один атрибут, к примеру, про память. То есть, соответственно, не знаю, DDR3. Ну, к примеру. И вы сохраняете. Вот, можем посмотреть этот товар. Сейчас мы… А, вот он он. Нашли. Так, где тут у нас… Появился ли? Нет, не появился нигде в характеристиках. Но на самом деле они служат для того, чтобы сравнивать. Да, то есть давайте с вами раз у нас не отображается. В принципе, если вы будете заниматься настройкой, там, макетов, там, программированием уже всяких этих, то вы сможете, например, все эти характеристики выводить непосредственно в описании товара, да. То есть, на мой взгляд, это очень полезная вещь. Потому что, то есть, я болтанят, что там написано, это, ну, что-то никому это не интересно. Интересно – это характеристика. Это вот такой-то процесс… А, вот, вот, да, вот как раз об этом я и говорил. А, видите, просто чуть-чуть не заметил я этой вкладочки. То есть, вот, характеристика есть. То есть, безусловно, это вещь, необходимость, согласен. Вот, то есть, что даже программировать не надо. Ну, вообще служат для того, чтобы, ну, в первую очередь сравнивать товары. Ну, например, вот, добавить в сравнение. Вот, и, допустим, там тоже вот добавить в сравнение. Вот, и после этого можно перейти в список сравнений и сравнить этот товар вот по различным характеристикам. В том числе группа атрибутов памяти, группа атрибутов процессор. Вот, и дальше можно, допустим, выбрать там или что-то удалить из сравнения. Вот, и вот таким образом работает атрибут. То есть, вещь, на самом деле, полезная. Единственное, что заморочиться придется очень серьезно, потому что если у вас более-менее какой-то там такой товар со сложными характеристиками, то готовьтесь там 100 атрибутов для одного типа товаров. Это не предел, поверьте мне. То есть, и для каждого там товара придется во все эти 100 атрибутов указывать. Но это на самом деле очень важно сделать. Это очень полезно и пользовательно. Во-первых, они сразу видят полные характеристики, что очень важно. Трех они могут сравнить один и тот же товар, один и тот же тип товара по различным характеристикам и уже принять решение о покупке. Вот что такое атрибуты. Все, спасибо за внимание. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok